Добрый день! Сегодня 11 февраля 2024 года. У нас есть ваши обсуждения на канале, которые я решила обсудить отдельно и сделать почти стрим. Танюш пишет, я вот даже на русском не могу сформулировать свой вопрос, галочки, интересная звезда, о том, как же общаться с мужчиной с самого начала и тем более 4 месяца. Как держать его на правильной дистанции, чтобы мужчина понимал, что нравится, и не тянул в постель на первом, четвертом, пятом свидании. Я помню ответ галочки, надо быть собой, да-да-да, надо быть собой. И если для вас неприемлемо идти в постель с мужчиной, то это ему и озвучиваем. Я это понимаю, конечно, но это так непросто находить верные слова на английском, чтобы не быть недотрогой и не потерять мужчину. Вообще-то мужчины, как я вижу, разочаровываются, даже если первое свидание у него проходит впустую, без секса. Я переписываюсь в рамках приличия, и фото тоже нормальные, без излишней открытости, но и через одежду видны все прелести. Да, девушка очень красивая. Может, поэтому они ждут большего, раз я пришла на свидание, он думает, я его уже выбрала, принца. Я уже и так постарше ищу, чтобы был вменяемый и с мозгами, и со взрослыми детьми. В общем, сил уже нет на этих сайтах. А там отсев быстро делаю. Уже писала свое имя, типа, только для замужества. Молодец. По-разному писала. Верю только, что всему свое время. Эта мысль меня и греет. Иначе уже, не знаю, как могла расстраиваться, наверное, как некоторые женщины. Спасибо, Галина, за ценные советы. Давайте по порядку. Да, мы ведем себя так, как нам свойственно. Мужчине объясняем. По поводу того, что тянут в постель, мы сразу говорим. Ребята, я с незнакомыми людьми не сплю. Мы с вами встретились всего 3-4-5 раз. Я не считаю, что это уже повод для того, чтобы иметь интим. По поводу того, что мужчины разочаровываются уже после первого свидания, что чего же она со мной в номера-то не пошла. Я шибко удивлена. Потому что я помню, что есть канал у девочки, которая там более 100 раз сходила на свидания. И она читала еще и различные рекомендации по поводу того, как дейтится. И вот одним из условий там было, что после третьего свидания можно уже в койку идти. То есть, если после первого вам шибко хочется в ту койку, вас могут неправильно понять, чего же она такая доступная-то. А у вас вот попадаются те, которые хотят вас уже с первого свидания. Я помню, какая выписанная красавица. Я с этой девочкой несколько раз разговаривала. Она вообще звезда. Вот такая звезда. И удивительно, что она так долго одна. Я думаю, что у вас есть какой-то зазорчик, с которым надо поработать. Потому как прежде чем она вышла за своего американского мужа, они дейтились 7 лет. Он ее хорошо баловал, он ей шубы покупал, он ее вывозил на погулять в разные страны. Но 7 лет. Ой, это же ужас просто. И сейчас вот, наверное, уже проходит лет 7. Я удивлена, что вы такая красивая, такая умная и одна. Я очень этому удивлена. Танюш, позвони мне, Лапулечка. Давай мы с тобой еще поговорим по поводу того, какие вопросы возникают. То, что вы здесь не озвучили. Чтобы мужчину не потерять, ему надо объяснять. Да, вы смотрите, у меня на сайте написано, что я здесь только для замужества. Давайте по этому поводу и поговорим. Какие ваши намерения, как вы собираетесь продвигать отношения. Просто зазвать меня в свою койку, это не то, к чему я стремлюсь. Кстати, у нас есть семьи уже созданные, которые до свадьбы секса не имели. И про одну из этих семей я вам рассказывала. Это моя Катюша с Дагом. Они оба очень религиозные. И несмотря на взаимную симпатию, и несмотря на то, что он помог ей развестись с ее русскоговорящим мужем, он снимал ей квартиру. Ее оплачивал полностью. И помогал ей выживать. До развода и до свадьбы они жили отдельно. Он все оплачивал. То есть вы говорите, что когда мужчина серьезен, то он не настаивает на сексе быстро. Он настаивает на том, чтобы друг друга лучше узнавать. И есть случаи, что помогать женщине. И еще девочка из Флориды недавно мне звонила. И она беженка из Украины. И мужчина-американец ее забрал откуда-то из Европы. Она туда убежала. Он ее забрал сюда. И у них тоже до самой свадьбы не было секса. И я думаю, что об этом стоит мужчинам рассказывать. Есть вот такие случаи. Мы про них знаем. То есть женщина решает или вдвоем они решают, как они будут делать. Но то, что вот это должно непременно быть, вы говорите, нет, я этого не чувствую. По поводу того, что всему свое время, лапочка, я бы на вашем месте активничала. Выбирала, 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 ручки не опускала, не расстраивалась. А верила в то, что мужчин, вот те, которые ценят нас как спутницу жизни, а не как сексуальный объект, значительно больше. Значительно больше. Из них и будем выбирать. Удачи тебе, моя дорогая. На этот Татьянин пост сразу же под ним отвечает GG. У меня написано user бла-бла-бла-бла-бла. А буковки GG, надеюсь, тоже сталкиваются с этим в общении с мужчинами. Действительно, достаточно непросто. Ведь многие мужчины хотят проверить совместимость постели чуть ли не с первой встречи. И мужчины неплохие. Но почему-то на этом моменте возникает недопонимание. Они начинают воспринимать отказ так, что он, дескать, не нравится. Они просто не хочешь с ним спешить. Осветите, пожалуйста, этот вопрос на следующем стриме. Вот освещаю. Смотрите, если вы чувствуете, что мужчина разочаровывается из-за вашего отказа, вы свой отказ обосновываете. Вот так, как я сказала выше. Мы с вами встретились всего вот столько. Я до сих пор себя ощущаю неуютно еще рядом с вами. Вы для меня еще stranger. Незнакомец все еще остаетесь. И поэтому мне бы хотелось сначала вас узнать получше. Если вы вдруг не захотите почему-то говорить, что вот в нашей компании дружной, помогающей друг другу, есть случаи, когда мужчины до самой свадьбы не проверяли совместимость, есть другой опыт, когда мужчина только через 4 месяца женщину приоблил. Потому что он тоже чувствовал, что она не готова. Он просто еженедельно ее приглашал, причем в условиях пандемии. Придумывал, куда повезти, как развлечь, как показать, что он для нее старается. И она рассмотрела его только через 4 месяца, поняв, что вот это первое прикосновение, оно даже вот не было таким объятием-объятием. Это было прикосновение. Он приобнял меня за талию, когда мы любовались красками осени. И я подумала, ой, мне приятно. Но если бы он это сделал, или тем более в койку бы позвал после 3-4 свидания, я бы, скорее всего, сказал, мужчина, у вас чего-то там с головой не так. Я ищу партнера по жизни, для меня секс 25-е. Мне его вообще не надо. В моем возрасте уже точно. Я так понимаю, что если Татьяна обходится так долго одна, то ей тоже это 25-е или 37-е. Про Джи-Джи не знаю ни возраста, ничего, потому что для молодых дам это еще важно. И иногда из-за этого важного женщины оказываются в постели настолько неперспективных мужчин, что просто диву даешься. Я недавно про одну такую девочку рассказала. Она попала в постель нечистоплотному мужчине во всех отношениях, просто потому что он доктор. И потом настолько было мерзкое ощущение, что она меня спрашивала, его заблокировать или не заблокировать. Да можешь блокировать, там перспективы нет. Если не хочешь, чтобы он тебе напоминал о том, что ты вот так упала. Ну, упала. И просто непонятно, зачем согласилась остаться. Можно Uber вызывать или Lyft и уезжать спокойно даже среди ночи. Если мужчина не ваш. Опять Джи-Джи еще один раз ее же. Я не посмотрела, кого я здесь засейвила, чтобы отдельный ролик сделать. Читаем. И если можно обсудить этот вопрос с Лори. Ой, интересно, сейчас прошу. Может быть, он сможет пояснить нам такое поведение мужчин. Мужчин иностранцев, в частности. Как бы он вел себя и чувствовал себя, если бы был сейчас в возрасте 45-58 лет, предположим, и дейтился бы. Как скоро он ждал бы близости с женщинами. Как бы реагировал на отказ. Как хорошо. Сейчас пойду спрошу. Он у меня там телевизор смотрит. Сейчас я вот это дело с собой возьму и пойду спрашивать. Я имею в виду вопрос. Люди спрашивают меня, чтобы спросить вас. Потому что у вас есть проблемы с коммуникацией, на данные сайтах. Потому что когда люди встречаются в конкурсе, на первую, вторую или вторую датах, они очень уверены, что женщины не готовы за секс. И они хотят знать ваша опыта. Но вы 45-58 лет. Я не знаю, почему это речь. Но, anyway, 45-58 лет. И вы дадите женщины. Как вы будете вымывать? Или вы будете интересны в секс очень быстро? И как вы будете реагировать? Нет, очень быстро. После второго, второго, второго датчика. Ну, это зависит от того, что у нас есть. Если я очень приятный девушка, и она кажется, что я очень приятный, я бы предупреждать это натуральный прогресс, но я бы не предупреждать на пятую датчика. Вы будете быть уверены. Вы будете очень приятны с тем, что я делаю. Сейчас, а у меня не так, я знаю. that. But for me there always needed to be that element of comfort and mutual feeling. Okay. You feel that you are very attracted and you wanted to have sex with this lady, but she's not ready yet. And even when you asked her, she said, oh no, I'm not ready. What would be your reaction? Well, if you find everything else appealing, I would stick with it and see what happens. You would keep dating and showing that you are the right person and detract her more? Well, either that or it goes the other way and you just say, see ya. Oh, see ya. In what situation you would tell see ya for your date if she explain you, for example, you know, we met already four times. You are still stranger for me. Like in our situation worse, sweetie. I know that you are a nice guy and I wanted to find this and this qualification in my shoes and you do have everything. But I still not ready for sex. What would be your reaction? Again, if the attraction is there and there's no other objections, I would just continue to see her. So you would not become mad? No. No, okay. No, this is a very personal thing and it's very subjective. Everybody is different. And your level of comfort has to be there or it's really not good for anyone. Okay, sweetie. And how would you explain that a lot of guys become mad when ladies say, no, I'm not ready and stop dating at all? A lot of guys are stupid. I know. Well, it's probably a fair indicator that they're not looking for anything more than somebody to fuck up with sexually. So they're not serious about future marriage? Could well be. Again, this is highly personal. Everybody's different. Yeah, I know. But I don't think that four dates, you know, that's not a time to be mad about it. Oh, yeah. It is not a time. I think so. Why should be mad? Because I know my very close friends, Kate and Doug, I talk to you about them, they didn't have sex before marriage. And he helped her to come through divorce and he paid for her apartments and he supported her and everything and kept dating and married and only after that. but some guys explained, I wanted to check how we are good and bad. I wouldn't buy a car without driving it. But the point is going to be different for everybody. And again, to me, this is a matter of your mutual comfort level. Okay, yes. You have to both be comfortable. Yeah, yes. And can I ask you, why you just hug me the first time after four months of our dating? Well, four months, you've got to remember, there was five or six weeks there, I didn't see you. Okay, so it is in two and a half, yeah. Okay, so we had seen each other, oh, 10, 12 times by then, maybe? I guess so, yeah. Well, I was not in the mood to rush anything. Good. After all, whoever I was going to end up with, this was probably going to be the last love of my life. I wanted things to be right, so at that point, I felt attracted enough to you that I had to show you somehow. Thank you, sweetie, it was absolutely right, everything you've done. Thank you being my husband. Love ya. Уже когда мы выключили камеру, мы еще капельку поговорили, я сказала по поводу того, что я считаю, что вот то, кому мы готовы привлечь в свою жизнь, те к нам и попадаются. То есть я искала друга и партнера по жизни, и он искал хорошего друга и партнера по жизни. А он говорит, ну если бы я искал сексуального партнера, я бы зависал в баре. И, наверное, еще в 45 лет ту грань, которую вы поставили, мужчины еще сексуально очень активны, и может быть, для них на самом деле проблема находиться с женщиной долгое время, не имея сексуальных отношений. Но четвертая встреча, это еще маловато для того, чтобы настаивать, потому как на четвертой встрече вы только еще начинаете понимать, вообще с этим человеком возможно что-то совместное в будущем серьезное или нет. То есть вот один из ответов еще, то есть если вам нужен быстрый секс, то вам нужно найти партнершу в баре. А я пришла не просто на дейтинсайт, но я еще и имя поставила. Ребята, я ищу серьезные отношения, и они не начинаются секса. А с вами были Лэри Айзнер и Галина Смис. Спасибо за то, что заходите на этот канал тоже. Буду рада ответить на все ваши вопросы. Всего доброго, пока-пока. Bye!